всем привет с вами мария покажу сегодня вам своих маленьких орхидеи начну с азиатиков это полностью распустившаяся орхидея green batman у нее три чудесных цветочка и она у меня с 18 апреля довольно длинный цветоносик и чудесные цветочки нравится мне прям очень нравится восторге от этого цветка ароматный веснущатый с розовыми щечками чувствую себя очень хорошо до сих пор он у меня не присаживался так растет у нас в том мхе в котором пришел даже вот какая-то травка растет корешков довольно много недавно мы поливались и довольно тяжелый горшочек поэтому не требуется ему пока полива листовые пластины смотрите в тургор и все хорошо очень красиво малыш это 2 и 5 размер видео о поливе во мхе у меня есть я ставлю обязательно ссылочку о том как я поливаю и это довольно легко если чувствовать меру главное много не поливать наливаю я в поддон если кто не видел не слышал определенное количество водички не очень много и мог моментально впитывают эту воду и таким образом напитывается весь вот этот маховой ком и довольно надолго хватает этого полива ждать нужно пока не просохнет этот мох потому что внутри он будет очень долго задерживать эту влагу и после того как вы почувствуете что довольно легкий сам стаканчик из маха вот только тогда нужно приступать к последующему поливу еще один малыш gold sand aroma 3 lip это малышка маленькая по сравнению с green batman совсем крошечные у нее цветочки очень ароматная очень просто вот сильная такая у нее ароматная волна идет и сладкий сладкий запах не совсем могут точно сказать но очень миленькая и за счет того что много цветов она конечно смотрится потрясающе у нее два цветоносика она мне с двумя цветоносами и пришла и как видите жара не проходит даром то есть у нас сейчас несколько дней довольно долго держалась очень высокая температура порядка 40 градусов с утра мы вставали и утром уже было 30 градусов и влажность была практически на нуле конечно тяжело было переносить это все и силу даже на съемку не было давно я вам не показывала ничего ну вот наконец таким вчера у нас прошел дождик сегодня посвежела похорошела и немножко упала температура и сразу появилось желание вам что-нибудь показать красивое рассказать и вот такая вот красотища тоже чувствует себя очень даже хорошо растения из той же посылочки 18 апреля она у меня появилась в доме тургор листовых пластин отличные и очень даже много корешков вот такая вот красавица также у меня есть вот такая малышка из той же посылки это 17 но как видите стаканчик у нее уже другой я ее пересадила в размер побольше стакан и каким образом это сделала просто можно сказать перевалкой что ли я вытащила из маленького пластикового стакана весь маховой ком и сверху вокруг обложила корой перемешку с мухом все больше ничего не делала на дне кстати керамзит лежит так вот она у меня выглядит сейчас мы будем поливаться первый раз несмотря на то что я чувствую что довольно тяжелый еще грунт потому что сам стаканчик он влагоемкий и тут надо будет очень аккуратными быть с поливом вот таким вот образом я пролью немножко потому что по крау горшка совсем высохла кора я прям вижу это то есть я буду не буду подавать воду так слегка слегка можно сказать опрыска вот таким вот образом все больше я не буду ее сейчас поливать потому что я вижу что растение еще пока не хочет пить у неё все хорошо листики в тургаре очень даже хорошим и посмотрите какая радость у нас пошел новый листик сейчас я покажу вам его поближе так вот такая вот малышка у нас с вот таким чудесным листик дело в том что почему я решила пересадить очень большие уже корни были и они через нижнюю дырочку стали как бы просачиваться то есть там два корня появилась которые уже вниз пошли ниже чем сам горшочек и я поняла что тесно стало вот так вот такие у нас изменения дальнейшем я буду ее поливать не опрыскиванием поверху а я дождусь пока сам весь этот горшочек станет легким и налью небольшое количество воды в поддон и этого будет достаточно для этой маленькой орхидеи всем известно что много не пьют орхидеи да по чуть-чуть помаленечку вот таким вот образом я надеюсь приучу ее к поливу моему любимому легкому поливу вот кстати спрашивали задавали вопрос о том почему в данный момент отсыхают бутоны у орхидеи ну во первых жара это немаловажный фактор такой сейчас в такие высокие температуры во первых меньше по сроку цветут орхидеи во вторых им тяжело переносить эту жару и так как сил много уходит на образование бутона на держание потом цветка орхидеи начинают подсушивать некоторые свои бутоны также может быть одна из причин это сквозняк вот я открывал окна сейчас везде чтобы циркулировал воздух также застой воздуха может быть да когда наоборот не шевелится воздух жара и это тоже очень сильно влияет на цветение вообще на здоровье орхидеи а также нужно быть очень внимательными в плане насекомых потому что одна из причин почему начинают сохнуть бутоны почему по краю например лепестка они так утончаются и знаете как папирусная бумага становится это тоже могут быть насекомые также обратите внимание на листовые пластины если появились капли такие расплывчатые да не кругленькие не снизу листа по определенным участкам и это эти выделения не сладкие не ровные не прозрачные тоже это может быть признакам насекомых вот кто-то у меня спрашивал мы потом нашли причину когда бутоны в принципе не раскрываются то есть выпускается цветочная стрелка появляются эти бутончики через какое-то время они даже не распустившись можно сказать или увядают или повреждаются как будто бы их кто-то высасывает это тоже были насекомые поэтому будьте внимательны и с насекомыми нужно бороться до тех пор пока вы их полностью не уничтожите в несколько этапах по инструкции обязательно потому что если вы протравите и у насекомых появится иммунитет к этим препаратам в дальнейшем вы не сможете уже вытравить этих насекомых поэтому обязательно нужно учитывать этот момент также могут сохнуть бутоны наоборот из-за холода сейчас лето понятно что его негде взять но вообще зимой например если очень холодно и бутон например цветок прислонился к стеклу тоже может быть причина увядания наоборот холод также есть такие растения которые реагируют на полив например вы поливали поливали вот в одном в одной системе вдруг полили очень резко и много могут от этого также скидываться бутоны либо наоборот очень долго не поливали нехватка идет воды и соответственно тоже отсушиваются бутоны одна из самых распространенных ошибок это полив и загнивание корней а вернее перелив это вот самая большая проблема во всех областях что касается корней листовых пластинок цветов обязательно отрегулировать нужно полив под ваши условия под ваш грунт также если вы поменяли место то есть цветочек цвел на определенном месте около окна и вы его переставили например в углу комнаты соответственно он может так среагировать и скинуть цветы на не все также многие не знаю что такое орхидеи просто ставят домой этот цветочек например в центр комнаты а ему не хватает цвета то есть недостаток света тоже может влиять на орхидею и на цветение также если вы поставили например орхидею рядом с фруктами яблоки и еще есть ряд фруктов которые вырабатывают определенное вещество на которое сам цветок реагирует именно тем что он начинает отцветать вот такие основные я вроде бы вспомнила факторы влияющие на то что орхидеи рано начинают отцветать может быть вы тоже подскажите что-то вспомните давайте вместе подумаем на эту тему очень такая интересная потому что сейчас жара и вообще тяжело и цветочкам и людям переносить ее и возможно еще есть какие-то причины я уверена что я не все нашла и рассказала вам так что жду и ваши комментарии на по этому поводу вот благодарю всех за внимание с вами была мария всем пока